Смотрите какие глаза, настоящие свои брови, посмотрите, ну красотка, где вы мужчины, где вы ходите, где вы не видите, то что мы пушок удаляем на лице, так это говорит о чем? О том, что, девушка, следи за собой, вот она бровь, свои ресницы, посмотрите, свои губки, ни капли силикона, ни в одном месте, у нас красотка, ни в одном или есть? Нет, 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 там ниже тоже все свое, там все красиво, смотри, какие зубки, улыбка хорошая, и вообще она человек неплохой, ни одного волоса не оставим, все на век повдаляем. Есть же мужчины, которым нравится? Есть мужчины, которым нравится, да, есть, но у меня девушка одна вот ходит на процедуру и говорит, муж мне не пускает, сказал нет, мне нравится, для кого ты это делаешь, нет, ну она тоже думала, что ему нравятся волосы, может быть, мы так подумаем, что ему нравятся волосатые, но когда она делала шугаринг, он ей сказал, а что вы раньше так не делали, как все было гладко, как все было красиво, не параллели даже, хотя вот. Чемно какие-то? Палкало-юкало. Какую функцию они выполняют? Щекотают? Греют. Греют? Зубы греют? Да. Так, теперь, теперь мы делаем вокруг бровок, также протягиваем, немножечко натянем, чтобы у нас складок не было никаких, тут у нас все чистенько, гладенько, все уже подщипано, все очень аккуратно. И вот этот весь пушок, который здесь есть, вот на верхнем веке, опа, класс, вот так, какой красивый глаз. Солма. Прям вообще, да. Вот на верхнем веке у нас есть мелкие пушки волосков. Вот они. И мы их сейчас попробуем убрать с пастой. Здесь очень-очень много пушковых волосков, которые мы сейчас вот таким образом проходимся по верхнему подвижному веку. Волоски зацепятся только те, которые ниже, бровь мы не испортим форму. Вот эти пушковые волоски уберем. Так. Еще один очек. Сделаем так, чтобы не одна была. Сейчас мы сейчас обрадемся к полу. Натяжение. На эту сторону мы возьмем пасту помягче. И попробуем, как она у нас работает. Там мы делали среднюю пасту, а это будет немножко мягче. Как она может видеть, как работать. Делаем все пальцем. Здесь у нас все уже обработано. Здесь талька. И вот таким макаром волоски у нас растут вот сюда все вниз. Поэтому наносим пасту мы против роста волос. Начинаем от бороды. Идем вдоль в скулы. Паста это помягче. Надо чуть-чуть, капельку назад откинуть. Вот так можно сделать чуть-чуть. Сейчас мы бороду сделаем. И резко. Отлично. Мягкая паста хорошо убирает пушковые волосы. И опять проходимся. Тут жировичок у тебя, да? Вот это от того, что волос растал. Растал? Угу. По-моему, нет. У тебя срепоплотнение здесь. Это от того, что у тебя внутри там образовался жировик, который хирургическим ртем нужно удалить. Можно удалить его. Там, скорее всего, у тебя просто жировик, который надо просто убрать. На лице, конечно, не хотелось бы. Ну, видишь, у тебя шишак. Это не волос. Когда волос растает, он немножко по-другому. Так, пари, еще надо. Больнее этой пастой? Больнее? Вот мне какая-то клиентка говорила, что мягкими пастами ей кто-то делал на бикини еще где-то. И она говорила, что больнее, потому что волосок резко не выдирается, особенно на бикини, там волосы жесткие, и этой пастой только дергание за волосы. Но мягкие она убирает очень хорошо. Просто волос много, и, естественно, когда они удаляются, это больно. Они выходят вместе с луковицей. Тем более, что мы на лице не делали раньше процедуру. Так, баловались немножко. Но работать, во-первых, быстрее. Поэтому мастера, я знаю, что многие мастера любят работать мягким пастом, потому что это быстрее. Но, как бы, никто сильно не спрашивает у клиента, насколько это больнее или нет. Ну, и клиент откуда знает. Надо, значит, надо. Мастер сам знает, как надо. Но мягкими пастами работать больнее. Особенно в зоне бикини подмышек мягкими пастами лучше не работать. Лучше работать плотными пастами, потому что там есть слизистая. Паста на влажную поверхность тоже не прилипает. Она сворачивается. Просто не прилипает, и все. Вот, дальше мы убираем здесь натяжение. Если мягкая паста, то у вас должен быть отработан до такой степени хорошо рывок, чтобы с одного раза вы могли снять эту пасту. Чтобы не тянуть туда-сюда, а чтобы натянули, прошли чуть дальше и резко сорвали. Параллельно поверхности кожи по росту волоса. Так, здесь мы все сюда вверх, поэтому сейчас наношу. Вниз лучше. Этот волос оперативный. Попробуем сделать его мягкой пастой. Плотно не получилось. Но я надеюсь, мягкой получится. О, вот он, длиннючий волосок. Один-единственный, видно на пасть. И этот теперь мы уберем. Вот этот вот, черненький. Плотная паста, не удалось его снять. Что и требовалось доказать. Вот он вместе с корешками. Утеплительных нет. Утеплительных нет, теперь у тебя губы будут мерзнуть все время. Значит, что надо делать? Нужен мужчина, который должен согревать эти губы. Красивые губы. Да-да-да. Согревать, целовать. А то так и останется у нас. Девушка. Девушка созрела. Давно уже созрела. Давно уже созрела. Так, теперь вот здесь мягкое мы уберем. Губки вместе. Вот то, что у нас не удалилось плотной пастой волоски. Мягкой пастой мы постараемся все это убрать. Почистить. Такс. Отлично. Мягкая паста просто замечательно работает. Плотная на лице не нужно делать. Нужно мягкая. И, во-первых, это быстрее действительно в работе. И виден результат сразу. Так, ну-ка, чуть-чуть вот так. Теперь вот здесь вот баки. Все хорошо. Немножечко дугой заворачиваем. В пасту, в волосы, прям пасту мы не останавливаем. Заходим на место, где поменьше волос. Вот здесь пожестче, да? Здесь пушок, даже слышно, как оно отрывается. Так, я резко дергаю, что же он заворачивается у меня укроп пальцев. Волоски отдевать не надо. Кто бы хотел еще видеть видео с Инной, пишите, комментируйте. Мы обязательно поставим, потому что такое красивое лицо, нам надо периодически ухаживать за ним. Вот эти места тоже мы можем пройтись. Как правило, здесь пушок тоже. Шпателями я не работаю, потому что, когда проводишь шпателем по лицу, вы не можете ощутить, насколько сильно вы надавили. Особенно на ноге посередине, где косточка, тоже так же. Поэтому пальчиком вы можете сразу определить, где надо придавить сильнее, где поменьше. Вот эти волоски мы попробуем брать мягкой пастой, которые тут остались. Мягкой-мягкой. Против роста наносим, по росту срываем. Зафиксировали. Офиг. Риска. Вот, отлично. Убирает пушковый волос. Волос с подвижного века. Их здесь очень много. Бывает, что они прям очень глубоко растут у волоски. Поэтому здесь мы все очищаем. Все глазненько. Тут-то я почти ничего не было, но сделали вид, как будто они есть. Так, вот здесь вот. Вот. И здесь тоже так же вдоль брови. Недленно. По брови не проходимся, чтобы у нас не вырвать клок бровей. Тут можно чуть-чуть подстричь. Ну ладно, тут так нормально все. Так, отлично. Натуральные свои брови. Не нарощенные свои. Свои. Натуральные реснички свои. Красивые. Давай мы еще раз. Я к тому, какая должна быть красота. Натуральная. Брови не должны быть ужасно близко друг к дружке. Натуральные волосики. Натуральные свои реснички. Такие красивые. А вот. Ненакаченные свои пухлые губки. Не у всех такие, конечно, есть. Ну, кому-то просто не повезло. Вот и все. Красивые зубки я как коню. Все прям, в общем, просто... Красота, да. Вот поэтому пришите. Профиль очень симпатичный носик. Вы знаете, какая красота? Вот так, если в глаз посмотреть боком, так в глаз так вообще красивый вам какой. Сейчас мы тут улиток пустим, пусть они полюбуются. Ох, кого-то у меня сегодня нет. Да я не знаю, что я все пообрезаю нахрен. Я сейчас почитаю. Ну почему? Вот взяла все. А вот, потому что я говорю, а ты скажешь, фу, зачем ты таскала. А вот ты возьми сама, скажи. Скажи, мужчина. Ты же делаешь от меня. Мужчина, ты где? Ну ты там себя тоже что-нибудь скажи там. Я сейчас посмотрю, я буду корректировать. Я тебе доверяюсь полностью. Так, а тут еще мы капельку пройдемся. Стесняется девушка, видели? Естественное, естественное стеснение любой девушки. То, что не хватает нашим женщинам сейчас, молодежи особенно, это стеснение с розовыми щелочками там, допустим. После пилинга. После пилинга. Нет, только когда одежка снится, немножко краснеет там. Ну это девушки, ладно, мы-то взрослые женщины. Мы-то уже открастили свои. Да, надо покрасить, мы раз щеки на шугарили, а не красные. Да, да, да. Краснеешь, самопроизвольно происходит эта у тебя краснота на щечках. Самопроизвольно, да. Это если тебе стыдно, ты стесняешься там и там. А если тебе человек понравился, то краснота сама за себя говорит, что можно раскусить мужчину, быть немножко внимательным, но он сразу раскусит женщину, которая стесняется и значит она неравнодушно относится к тебе, да? Да, естественно, краснота. Стесненько. Да. Кому не хватает, отвернулись так из-за щеки по щуркали, по щуркали себя. Да. Губку так зажали. Вот так как это сексуально делаешь. Я не только так могу. Давай, держи. Теперь, когда пошли. Продолжим обработку лица. Мы уже все закончили, в принципе. Так, обрабатываем лицо. Так, все вверх, все вверх нормально. Так, тальком пока не будем покрывать. Вообще, по идее, нужно покрыть тальком, чтобы все поры у нас закрылись. Но сейчас мы поставим уливки. Сейчас мы сделаем паузу. Наша чистая личка, мы сделаем процедурку такую еще на нем. Уриткотерапия. Ну, она холодненькая, такое крио. Не боишься? Молодец. Крио-процедура. Вот она сейчас будет ползти, оставляет свою слизь на лице. Там есть волоски, ты будешь чувствовать, она может где-то так, как будто заметно дергать. Потому что она кушает омертевшие клетки кожи. Она делает хороший пилинг, скрабит. Оставляет слизь, в которой есть алантазин. Короче, куча много разных... Ну, тут не на глазки, как... Вернее, на рожках, а глазки. Куча разных полезных веществ, которые будут подтягивать кофе. Убирать мелкие морщинки. Если эта процедура будет повторяться разность в 15, то, конечно, будет эффект намного лучше. Так, держится? Держится. Сейчас мы ставим другую. А, это прямо вся. Ну, давай, дорогая. Давай, давай, лапку свою. Давай, вот так, на воду, допустим. Нормально все? Нормально. Я прям чувствую, что это не вода, а слизь, потому что она такая скользкая. Ну, чувствуется, да? Миша вот сейчас на панцирь себе подтягивает. Он тяжелый. Наверное, так подтягивает сама. Ну, немножко, конечно, вода помогает сейчас мне. Чего-то сложилось совсем. Эй, иди, Кулюма. Не нравится тебе мой лоб? Не нравится мой лоб? А ты знаешь, если здесь будет много искусственного крема, всякого, да, крем, тоналка. Что-то она мне нос не закрыла. Она может и нос закрыть. Как я дышал? Рыдом будешь. Она лезет на губы тебе. Так, вот она, значит, тут сидит у нас и думает, ползти или не ползти. Надо ее скрабить. Скажет, открой, тут уже все поскрабили, тут даже мне делать нечего. Это стала, вообще руки свои подняла. Роги, руки. Ну что, красотка, двигаться будем? Или я тебя сейчас сама начну двигать? Давай. Она разглаживает мою морщину. Она сидит и разглаживает твою морщину. Она, когда ползет, она вибрирует и делает массаж. Она оставляет слизь, уходит за собой, оставляет эту слизь. По этой слизи она двигается, по идее. Вот, ей нужна вот такая вот, на гладкой поверхности она вообще присасывается капитально. Ну, даже на лице, даже с волосками мелкими. Она смотрит в глаз тебе. Ей, кстати, очень нравится ползать по глазам. Я на своим глазом смотрю в такой глаз. Так, это что у нас тут? Ну, нам личико надо делать как бы вот такие процедурки. Чего заглядываешь в глаз ей? Давай. Давай будем вот так. Давай кушай ее там, давай. Съешь ее все. Здравствуй, ты кто? Ресницы какие. Я как-то поставила, она у меня ползет, ползет на глаз. У меня под глазом там полоска теней. Я на это все так почистила, знаешь. Да ты че? Гладкая, у меня полглаза намазано, под глаза нет. И даже ресницы в кучу там все собрались. Смотри, колезет, а, в глаз. Вот засранка. Смотрит, мы с тобой одни крови. А эта, блин, задрала нос свой, не хочет. Прикольно. Так, это? Что с моими губами делается, да? Да, но это ползет, они сейчас с вами будут так вот вибрировать. Я хочу чувствовать, как она же ползет. Ничего-ничего там, все, полезности все. Ничего плохого нет. Потом они сейчас будут друг на дружку ползти. Потом залазить будут друг на дружку. Баба лжет. Что они, вот она думает. Они, знаешь, вот не все активные. Какие-то активные, какие-то пассивные такие. Задумчивые, скажем так. Он сейчас так стянет, прям хорошо стянет. Потом мы это все снимем. Так. Ну, хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда ты ползешь? Вот любит по глазам, понимаешь? Она вот так залазит на глаз. Ну, волей-неволей закрываешь этот глаз. И она навсквозь него, по бровям туда и в голову, на голову полезла. И это, смотри, хочется цепиться. Вот засранка, я. Куда ты лезешь? Куда ты поворачиваешь так наискосок? Вот, как раз вот тут намажешь. Вот, тут слезешь уже у тебя, вот она тянется, белая пленочка. Угу. Пленочка. Диана на нос залазила, по губам прошлась. Молодец. Чуть ты морду задаралась, и встала, как это, змеюка, знаешь, так, кобра, так становится. И это, ага, встала. И все-таки она в глаз лезет. И это поворачивается сюда. Смотри, смотри, так. Так, а ты что? Вдруг, я, вглазу. Ага, ага, симметрично так. Ну что ж ты в глаз-то лезешь, красотка? Давай, давай будем работать, Арбатин. Давай. Вот так вот, лобик. Ну, тональный крем вкусный, но носу остался. Давай, вот так вот. Так, ты что-то на лбу растянулась. Че, кушать, хочется? Кушать, хочется. Так, придерживай пальчиком, чтобы не свалилось. А я эту. Вот она уже полезла на голову. Волосы нравятся им прям. Вот, слизь тут есть. Немножечко. Вот так вот. Вообще нужен огурец. Огурцом помазал лицо. И она сразу такая, опа, огурчик. Поставили на морщинки, значит, да? Да-да. Там, где надо, там поставили. Вот, слизь тут все. Убрали весь липкий слой. И теперь мы тальком просто закрываем немножко поры, чтобы у нас поры, которые после депиляции все прикрылись, чтобы в поры не попала инфекция. Слегка-слегка, мы сильно много не будем, чуть-чуть совсем. Так, пулиточки тоже у нас тут чуть-чуть почистили все, чтобы не было блеска на лице такого жирного. Так, немножко еще талька. Еще чуть-чуть. Слегка припудриваем. Тальк не забивает поры, он просто их прикрывает, чтобы в поры не попала инфекция. Вот и все. Так, лишнее сало стряхнем. Вот так была красотка. Сейчас еще лучше. Не знаю, куда еще можно еще. Туда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok